Девушки отдыхают 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 Ну, Роман! Ты? Да, я. А как же твоя работа, с позволения сказать? Да, меня уволили. Господи, какое счастье! Проводишь меня? Пойдём. Маш! Галка! Привет! Привет! Так соскучилась. Я тоже. Знаешь, я тебе рассказывала, что я познакомилась в церкви. И что, теперь ты собираешься кадрить священника. Маша, побойся Бога. Ну, да нет, он не священник, он Дональд. Понимаешь, американец, изучает православие. Мы с ним так сблизились, что он не может быть. Он такой умный, столько всего знает. Понимаешь, я стала абсолютно другим человеком. С абсолютно другими интересами. Да ну? Да. Маш, мне тоже нужно очень много рассказать про одного человека. Ну, рассказывай, Мира, я хочу знать, кто он. Ты его знаешь? Это Рома. Рома? Ты врёшь. Ну, почему вру-то? Нет, это правда. Ну, понимаешь, так получилось, я у него ночевала. Но я совершенно не помню, было у нас что-то или не было. Так, подожди. Что, значит, не помню, было или не было? Ты что, была такая пьяная? Да, такая пьяная. Слушай, а почему тебе не спросить у него? А как спросить-то? Ну, очень просто. Приходишь и говоришь, слушай, Рома, так и так, ну не знаю, не перенашёл алкоголь. Что на меня нашло? Напилась? Ничего не помню. Он нормально отнесётся. Думаешь? Да в этом нет ничего такого. Ну, знаешь, не спрашивай у него про секс, а просто скажи, что было? Вот знаешь, если бы у меня такое было с Дональдом, то я бы обязательно спросила. Попробуй, какие вкусные. Какого чёрта? Можно посмотреть? Нельзя. Ну, ну, только посмотрим, пожалуйста. Я же сказал, нет. Я вам что, клоун, что вы в меня смотрели? Я сказал, нет. Нельзя. Нельзя. Или вы сейчас отсюда уходите, или я обоих за шкирку выкину. Понятно? Ну, у нас шесть человек, сроченная ножка. Ну, ещё раз сюда придёшь, тебе обе ножки скручу. Здравствуйте. Привет. Ты что, зубного была? Паша сказал, надо идти к доктору. Золотой зуб вырывать и хороший вставлять. Тебе так быстро вставили зубы? Временный зуб. Хороший зуб ждать надо. Ну, в общем, я рада, что всё так получилось. Но, вообще-то, я по другому вопросу. Твой муж готов тебя отпустить, но он потратил на тебя очень много денег. И он хочет вернуть их обратно. Деньги немалые. И я, честно говоря, не понимаю, почему Дженебек должен их выплачивать, раз уж ты его бросила. Так что будь добра, плати за себя сама. Какой деньги? У меня нет деньги. Ну, так возьми у своего хахаля. Нет у нас деньги. Так, что здесь происходит? Девушка, вам что есть на жиле? Паша, она хочет от нас деньги большие. Говорит, её Дженебек прислал. Я боюсь его, он дикий человек. Какие деньги? Послушайте, вы просто не в курсе ситуации. Она была замужем и сбежала от своего мужа. И муж готов её отпустить, но он хочет получить за неё деньги. Как же вам не стыдно вообще? Вы же современная женщина и говорите такие вещи. Какие деньги? Она же, она же не машина, не игрушка, она человек. А вы потворствуете этому, этому средневековой, этой восточной дикости. Да она! Если я ещё раз вас здесь увижу, вызову полицию. Блин, зачем я сюда припёрлась? Разогрела супчик? Да, погрела, татья Валя. Да вы сидите, сидите, я сложу. Сядет, а как же? Ей теперь только сидеть или лежать. А что такое, заболели, тётя Валя? Заболела. И ещё девять месяцев болеть. Ой, а супчик сегодня вкусный. Может, хватит? Что здесь происходит, я хочу знать. Мам, ты что, беременна? Вась, я... Я не хотела, но... Да. Ребёнок. Ребёнок? Настоящий? Ну, настоящий, конечно. А какой же ещё? Как ребёнок? Да как это вообще возможно, мам? Да как тебе не стыдно? Ты как с матерью разговариваешь, танцор? Ну-ка, извинись. Извинись! Ну-ка, встал! Марш отсюда! Правильно, деда. Молодец. Да, пусть не обзывает тётю Валю. Ты позволишь ему меня выгнать? Или я тебе не нужен, у тебя теперь новый ребёнок? Извинился бы лучше, а? Я, пожалуй, тоже пойду. Спасибо, было очень вкусно. Да, не волнуйтесь, всё в порядке. Завтра еду оплачивать зал. Меню уже утвердили. Цветы? А, хорошо. Давайте так. Если деньги останутся, то я сразу закажу. А если нет, то я вам наберу. Хорошо? Ну, это замечательно. До свидания. Сволочи. Сволочи. Дональд, это ваши книги или мои? Да, книжки мои. Угу. Мой папа, Дональд, был великим писателем. Великим. И в четверг его юбилей. Вот, кстати, его портрет. Приедет телевидение, и мы будем снимать в нашей квартире, так сказать, в семейной атмосфере. Простите, Людмила, но я тоже имею свой план. И именно на четверг. Дональд, давайте будем с вами интеллигентными людьми. Раз в жизни приезжает телевидение, снимать передачу о моем папе. И что? Тут извините вы, который не имеет никакого отношения к моему отцу. И вы что, будете вставлять палки в колеса, а? Да я не вставляю палки в ваши колеса. Извиньтесь. И вообще, Дональд, почему вы сидите на столе? За этим столом папа писал свои великие произведения. Я вам сейчас кое-что покажу. Вот. Это первое издание моего папы. Это невероятный раритет. Здесь личная подпись Луначарского. Он был тогда наркомом печати. Да-да-да, это впечатляет. В общем, я поселила его у своей сестры. Потом приехал у брат. И вот я возвращаюсь домой и вижу, что они просто украли у меня деньги. Двести тысяч. А деньги не мои, мне нужно за ресторан расплачиваться. А, нехорошо. Миш, простите. Простите, я понимаю, что я вас замучила. Мне ужасно неудобно, но у меня не жизнь, а абсурд какой-то. А теперь меня еще посадят в тюрьму, потому что клиентка подаст в суд. Надь, не переживайте, никто вас ни в какую тюрьму не посадит. Вы мне поможете? Помогать вам, это радость для меня. А вы не знаете, куда они могли поехать? Ну, я предполагаю, в конюшню. Куда? На конюшню, они там работают, у них там вещи. Радость напишите. Ой, а давайте я лучше схему нарисую, потому что, если вы там не были, никогда не разберетесь. Ну, давайте схему. Вот большая дорога. Я пойду маленькая. Вот так вот. Вот тут церковь, озеро, конюшня и вагончик. Надь, боюсь вам придется проехать со мной. Я скоро. Ну вот, гораздо лучше, чем с беременной мамочкой, с дядей Колей. Ага. Все кончено. Я больше никогда не смогу танцевать. Да ладно, ты сможешь. Это сейчас тебе тяжело, а потом все будет хорошо. Ты вылечишься и будешь танцевать еще лучше. Нет, не буду. Никогда не буду. Ты вообще, кому я теперь нужен со сломанной ногой, ни к чему не способной? Ты мне нужен. Ну вот, теперь тебе тут будет уютно. А почему мне? Ты тоже здесь будешь жить со мной. Да, я думала, ты там с мужчинами. А я думал, ты проститутка. Я проститутка? Ну, когда тебя увидел в том белье? Ты так выглядела. Давай вот пол, что ли, помоем? Да фиг с ним, с этим полом. Есть и поважнее дело. Да? Какое? Ну, если мы с тобой теперь здесь жить вместе будем, то надо... Ну, это... Ну да, надо. Ты когда-нибудь это делала? Нет. Я тоже. Не подсмотрю. Вот, и это друг моей мамы. И он обещал помочь напечатать книгу. Мариночка, мне прямо неудобно. Ты так много для меня делаешь. Ну, ты написал гениальную вещь, и она должна быть издана. А он правда может помочь? Ну, конечно. Он же входит в жюри Букеровской премии. Понимаешь? Он может рекомендовать любую понравившуюся книгу. Я помогу. Мариночка, ты иди, я тебя потом догоню. Саш! Вон там вот их вагончик. Ну, понятно. Надь, я не хочу, чтобы вы со мной туда шли. Подождите меня здесь. Нет, я не могу, я с вами. Надь, я сказал, подождите меня здесь. Но вы же их совсем не знаете. Надь, это вы их совсем не знаете. А я их очень хорошо знаю. Где здесь у вас Али? Вон там. Али? Да. Уезжаете, что ли? Уезжаем. А что, уезжаете? Все деньги заработали? Как ни по-людски. Не вы прощались, уезжайте. Нас так не делают. Не надо, а… Не надо? А деньги воровать надо? Где деньги? Нет, нет денег. Как нет? А где они? По Вестерн-Юнион матери отправились. Страшно столько везти отнимут. Через десять минут, чтобы у вас здесь никого не было, ясно? Ясно. Ясно. С Надей увижу, вообще пришибу, понял? Понял. Ну что, вы нашли их? Нет. Как нет? А где они? Куда они делись-то? Да куда угодно, садитесь, поехали. А деньги? Меня теперь посадят, да? Надя, садитесь, поехали, сейчас все решим. Мари, ну что с тобой? Ты чего за мной отстал? Ты почему плачешь тут, а? Потому что я тебя ненавижу. Ты ведьма. Я так старалась. Вот ты ведь, ты ведь Сашкину книгу не читала. Я ее всю прочла. Понимаешь, ты даже не представляешь, как это сложно было. Почему я представляю? Не представляешь. Я маме в ногах валялась, чтобы она своему знакомому из Букеровского комитета позвонила. А ты пришла, свои бумажечки разбросала, и он сразу поскакал их собирать. Да он просто из вежливости ему помочь хотел. Ты же вижу, какими глазами он на тебя смотрит, он на меня так никогда не смотрел. Марин, я не знаю, что ты сама себе придумала, а с Сашей ничего не было. Я тебе не верю. Не веришь? Иди сама у него и спроси. Людочка, а вот я что подумал, может мне лучше с ним поговорить? Володя, что за профанация поговорить с ним? Как будто он когда-то слушал тебя, как будто у вас были хоть когда-то какие-то отношения. Ты хочешь сказать, что у меня с сыном нет отношений? Ты это хочешь сказать? Да, Володя, да. Тебе не нужны были никакие отношения. У тебя был футбол, пиво, работа и девки с работы. Да если ты хочешь знать, это я его вырастил. Ты только бегала по литфондам и трясла сережками. Ты к нему всегда была злая. Ты в своем уме? Я все помню, я все помню. Я помню, как ты увела его с детской площадки, когда он упал и испачкал штанишки. Все дети играли, а ты увела его, а он плакал и умолял тебя. Да как ты смеешь, как ты смеешь обвинять меня в жестокости к сыну? Это я хотела, чтобы у него была другая жизнь, я о нем заботилась. И не надо мне пролить фонды. Сам небось хорошо в санаториях пожил, все на официантах пялился. Ни на кого я не пялился, что ты несешь? Только не надо мне себя тут теперь агнуться изображать, я тебя знаю. Как ты на эту хохлушку у Николая смотрел? Сожрать готов был ее бюст. Как тебе не стыдно? Это тебе должно быть стыдно. Это ты предал сына ради своего низменного удовольствия. И теперь вся жизнь пошла у него прахом. Наш сын расплачивается за твои сексуальные фантазии! Понятно? Ну, молчи! Людочка, прости меня, Люда. Я не должен был так говорить, Люда. Людочка, ну прости меня, Люда. Это ты, Володя, прости меня. Я такая злая. Я такая плохая. Ты не злая, Люда. Люда, ты хорошая. Слушай, Наташа, у дедушки юбилей. Буду отмечать столетие великого писателя. И при телевидении нужно изображать счастливую семейную жизнь. Ничего особенного, просто надо немного подыграть маме. Это как это? Ну, сядем, поулыбаемся на камеру. Ну, как будто на все хорошо. Как будто мы не разводимся, как будто дети с нами живут, как будто таджиков нет. Ну, да. Такая обычная, немного пресная жизнь. То, что у нас, собственно, и было. Да, то, что было. Ну, зато мама будет счастлива. Ну, что, че... Где таджики-то? Этот человек, который нас избил, очень уважаемый человек. Этот человек из полиции. Зачем такому уважаемому человеку нас бить? Я думаю, он любовник твоей. Надя, думай, что говоришь, баран. Надя святая женщина. Я ее не достоин. Может, водки выпить? Конечно. Что еще пить перед тюрьмой? Вот она у нас. Водка. Так. Емончик имеется. Ну? Конечно. Что-то я волнуюсь немного. Ну, ладно, я пойду. Почему? Мне пора вещи там собрать, сухарей посушить. Надь, подожди. Ну, здесь двести тысяч. Посчитай. Вы... Вы что, даете мне свои деньги? Я на гараж собирал. А зачем вы это делаете? Ты мне нравишься. После того, как Лара умерла, во мне никто не нуждался. Тебе я нужен все время. Да? Да. Маша. Привет. Такой сюрприз. Привет. Слушай, нам... Нам надо поговорить. Это важно. Да, конечно. Что? Ну, я не знал, как тебе сказать. У меня контракт заканчивается, и я должен вернуться домой. Когда? Через несколько дней. Маша, я прожил здесь четыре года. Четыре. Почему я не встретил тебя раньше? Почему? Я много думал о тебе. Да, много думал. И понял, что... Что потерять тебя, это самое страшное для меня. Ты выйдешь за меня замуж? Дональд, слушай, так... Да, так неожиданно. А у меня аж работа здесь. У меня все здесь. Ну, ну как? Я должен уехать, ты же знаешь. Да. А мы будем переписываться. Я к тебе приеду. В качестве кого? В качестве твоей возлюбленной. Это все так делают. Нет, Маша, мне надо как все. А что я буду говорить людям, что это Маша, она из России, она со мной спит? А ты хочешь вот так. У тебя все просто. Тебе надо уехать, а я должна взять и все бросить. Вот все просто взять и оставить. Маша... Я не понимаю тебя, Дональд, я не понимаю тебя. Я тоже жертвую ради тебя свою жизнь. Я хочу тебе отдать. Ты хочешь мне отдать свою жизнь? Да. Какие слова? А что конкретно они значат? Что? Они значат, что я буду с тобой всегда. Они значат, что... Что я буду с тобой даже когда ты постареешь. Когда ты... Когда твоя красота поблекнет. Я всегда буду тебя любить. Дональд, я не могу, понимаешь, я не могу вот взять вот так. Так не делается, нет. Так и будешь молчать? А ты чего молчишь? Это ты сюда пришел, значит, хотел что-то сказать. Может, я просто полежать хотел. Бежи дальше. Не хочу. Ну хорошо, давай как бы сначала. Вик, привет, как поживаешь? Привет, Юрочка. Да ничего. Какие планы? А ты что, соскучился? Ну, и гастрит обострился. Не жуй ничего, нормально, уже неделю. Идиот. Иди отсюда. Ну что ты такого сказал? А ты не понимаешь, что я девушка, что мне нужна романтика, свечи, цветы, шампанское, а не твой гастрит. Ну так как мы решили? Ты придешь? Приду. Ой, сережка потерялась. Дорогая? Ну как сказать, мамин подарок, я их так любила. Да не бойся, здесь ничего не пропадет. Слушай, может под стул закатилась? Ну поищи. Что, нашла? А там если? Доброе утро. Доброе. Ага, я посмотрю. Спасибо. Ну что? Нашла? Нашла. Михаил Дмитриевич, я попозже зайду. Подождите. Это, просто это моя невеста, Надя. Познакомься. Это наш сотрудник, младший лейтенант Софи Малюкова. Здрасте. Очень приятно. Очень приятно. Мне тоже приятно. Ну вы идите, работайте. Я пойду. И что теперь будет? Ну что, пойдет разносить по этажам. Что я западаю на всех баб, которые лазят у меня под столом. Подожди, а как же Лара? Ну Лара тут тоже под столом. Ну она уборщицей работала. А. Надя. Привет, мам. Привет. Мам, я хотел извиниться перед тобой. Я понимаю, как важно для тебя, чтобы на дедушке на юбилей приехало телевидение. В общем, я сделаю все так, как ты хочешь. Все будет хорошо. Мы с Наташей, с детьми приедем и изобразим настоящее человеческое семейное счастье. Вот и хорошо. Ну правда, Люда? Ну, как говорится, худой мир это же лучше, чем... Володенька, я все поняла. А как продвигается твой роман? Нормально, а что? Я просто думаю, было бы неплохо об этом сказать на камеру. Это такая преемственность поколений, это было бы красиво. Правда, Володя? Да, да, это правильно, Рома, это... Хорошо. А может быть, ты что-нибудь прочитаешь на камеру? Ну, это было бы прелестно. Прочитаю. Рома, а может, от Васьчика выпьешь? Нет, папа, спасибо. Я пойду. До свидания. Вот, Наталья. Привет. Что это тебе принесло? Даже не позвонила. Папа, у меня телефон в машине сел, я приехала детей забрать. Ну, слава Богу. А то и без них здесь детей хватает. Папа, знаешь, я уже давно перестала понимать твой юмор. Если ты хочешь что-то сказать, говори прямо. Придеть и достань. Достань. Я всю свою жизнь делал всё, чтобы даже близко детей не было. Но они всё равно меня настигали. Хорошо, я всё поняла. Я больше детей сюда привозить не буду. Да ничего ты не поняла. Валентина беременна. Что? Что слышала? Ну, что стало? Папа, я просто в шоке. И что она? Что вы собираетесь делать? Рожать? А что ещё делать? Да, и как она себя чувствует? У меня-то чего спрашиваешь? У неё пойди и спроси. Угу. Да, и это. Ты нахер, вот про это как-нибудь поаккуратней скажи. Я поняла. Только не надо забывать, что вы знакомы всего лишь две недели. И что? Это мелочи, это совершенно не важно. Как это не важно? Для тебя это нормально? Мы же не об этом говорим, а о том, как ей быть. Уезжать с ним или нет. Да это всё очередные игры эгоизма. Куда ей с ним ехать и зачем? Слушай своё сердце. Отличный совет для тех, у кого нет мозгов. Моё сердце молчит. Ну ты его любишь? Не знаю. А он тебе? Не знаю. А говорит, что да. Она не знает, он не знает. Что мы тут вообще обсуждаем, в конце концов? Может быть, она ещё не понимает, что любит его. Не позорь меня своей глупостью. Как это можно не понимать? Очень просто. Понять, насколько тебе дорог другой человек, можно только потеряв его. Угу. Привет, Мариночка. Привет. Как наши дела? Что там с Букеровским комитетом? А, всё замечательно. Мама уже позвонила, не беспокойся. Только вот я бы хотела узнать одну вещь, прежде чем искать издателей и подавать заявку на Букера. Что, Мариночка, что ты хочешь знать? Я бы хотела знать, у тебя было что-нибудь с этой сучкой Герасимовой? Ну, нет. Поцелуй ведь не считается. Ну, не считается. Я когда к тебе ехала, в магазин зашла, там такое платье было, просто шик. Такое, знаешь, всё облегающее, в спереди обурочки из кружева. Я в нём выгляжу, ну, просто для журнала фотографироваться. Куда ты будешь ходить в таком плане? Ну, поедем мы с тобой отдыхать. Буду ходить в нём по набережной Приморского городка или пойдём на дискотеку. Буду в нём танцевать. Да-на-на. Ладно, пойду я. Ну, газ пошла. Ну, почему? Дел много. Да каких дел? У меня дома посуда не вымытая. Да я и кровать с утра забыла заправить. Вик. Ну, это. Ну, сколько стоит тут платье и это? Восемь тысяч. Восемь тысяч? Да. Ну, хочешь? Я тебе его подарю. Ну, конечно, хочу, дурачок. Посуду я завтра вымою. И к спектру. Значит так, Вадим. Разговор у нас будет неприятным. Коль. А, да. Господи, мама твоя. Всем нам жизнь усложнила. Вот. Ну, теперь, теперь чего? Теперь ничего. Теперь мне придётся о деньгах думать. Денег потребуется много. Ну, и думайте, я-то причём. При том, что ты не работаешь. Мам, я только гипс снял. Ты не работаешь, подругу привёл. Мам, ну, скажи ему, мне надо восстановиться. Сынок, ну, танц не единственное, чем ты можешь заниматься. Чего? Того. Работ себе ищи. Мы тебя больше кормить не будем. Вот так. Не, ну, а чё я? Ой, привет. Привет. А ты где была? А где Али? Али, да, он уехал. У него какие-то проблемы дома. А ты-ка сама где была? Где ты ночевала? Слушай, Наташка, я так устала всю ночь не спала. У папы будет ещё один ребёнок от Вали. Ух ты. Вот это да. И это всё, что ты скажешь? Мало, что я могу сказать. Ну, я не знаю. Я думала, ты расстроишься. А чего тут расстраиваться? А что с тобой? Ты какая-то странная. Али уехал, ты не расстроилась? У меня всё прекрасно. А Катя где? В школе. Ну, хорошо. Слушай, Наташка, я пойду лягу. А тут что-то так голова болит. Давление, наверное. Извините. Сейчас. Вам удобно? Удобно. Сонечка, деточка. Ну, нельзя. Это же коллекционная вещь. Никита. Добрый день. Успокойся, тихо. О, Дональд. Ну, раз вы пришли, садитесь рядом с Наташей. Мы скажем, что вы внучатый племянник Герасимова от его двоюродного брата, которого расстреляли. И будет очень драматично. Только я вас умоляю, ни слова. Иначе вы с вашим акцентом сразу нас выдадите. Всё. Все замолчали. Ой, пришли. Открой. Да-да, сейчас. Проходите, проходите. Пальто разрешите? Здравствуйте. Давайте знакомиться. Здравствуйте. Меня зовут Людмила Ивановна. Я дочь великого русского писателя Герасимова. Это Володя, мой муж. Здравствуйте. А это Роман, мой сын. Тоже известный писатель. Наташа, его жена. Здравствуйте. Мать его детей, верная, так сказать, подруга. А это, это наш внучатый племянник. Его зовут Петя. Его родители расстреляли. В революцию. Да? А где у вас можно помыть руки? Я провожу. Сюда, пожалуйста. Да-да, вот сюда. Что за бред такой? Я тебя не знаю, понятно? Как ты вообще здесь оказалась? Ты же не говорил, что в ноге Герасимова? Откуда я могла знать? Кстати, у тебя дети очень красивые. Спасибо. Я тебя тоже не знаю. Все. Мы друг друга не знаем. Ты просто показал мне ванную. Вот. Ромочка, а ты уже позвонил своему адвокату? Да, милая. Надеюсь, нас наконец-то разведут. Ой, я тоже на это надеюсь, дорогая. Поскорей бы. Перестаньте поясничать. Неужели вы не можете сидеть с нормальными лицами? Как будто здесь не съемка, я не знаю что. Ну что, давайте начнем, ассистенты. Так, звук, пожалуйста. Оператор, как у нас по готовности? Да, можем снимать. Держи. Смотри, значит, здесь биография. Все о семье, здесь творчество, о книгах. И далее награды и увлечения. Бери руку. Угу. Все отлично. Все, спасибо. Все готово? Да, можем. Спасибо. Сейчас будет съемка. Тишина. И улыбаемся. Все улыбаются. Тишина. Все хорошо. Так. Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире «Литературная гостиная» и ваша ведущая Маша Царева. Сегодня мы с вами… Что? Так, что происходит? Ах, ты с ней спишь, Шек? Ты что думаешь? Никто на с чем не спит. Да нам-то так и то, что ты думаешь. Что же происходит-то? Это не типичная ситуация. Я не знаю, что она здесь уходит. Я не знаю, что она здесь будет. А кто знает? Сядь, дура! Сядь, дура! Сядь, дура! Сядь, дура! Сядь, дура! Сядь, дура! Здравствуйте, дорогие телезрители! Меня до сих пор все трясет. Прекрасно! Потрясающе! Рейтинги аж зашкаливают! Это то, что вы давно искали! Это… Машенька! Я тебя поздравляю! Ты открыла в себе новый талант! Это унылая гостиная! Мы не знали, что с ней сделать! Она уже всем надоела! Вот эти вот нафталийные авторы, ненужные книжки! А тут ты! Ты предложила нам просто новый формат! Ненужные книжки? Ты что? Ты что, вот так вот хочешь снимать? Именно! Только, знаешь, поменьше разговоров про литературу! Больше эмоций, драйва, секса! Побольше личного, я бы сказал! Побольше личного? Я так работать не буду! До свидания! Я понимаю, что ты ненавидишь и меня, и мою маму, но за что ты ненавидишь моего дедушку? Ты же его ни разу не видела даже! За что я ненавижу твоего дедушку? А за что ты ненавидишь своих детей? Я ненавижу своих детей? Да! Привезти в дом, где находятся твои дети, эту бабу! Я никого и никуда не приводил! Я даже не знал, что она там будет! А вот ты, ты опозорила память моего дедушки! Это ты устроил эту омерзительную сцену! Можешь сказать, на могиле! Ты бы лучше думал не о тех, кто в могиле, а о тех, кто еще жив! Как будут жить твои дети, зная, что их отец, не стесняясь, приводит к ним своих любовниц! Господи, это бесполезно! Просто бесполезно! Ты же не понимаешь, что ты наделал! Это ты опозорила своих детей! Меня, моих родителей и дедушку заодно! Как же ты мне достал! Какое счастье, что мы разводимся! Никита, Соня, идите завтракать! Вот, пожалуйста! Здесь тоже пишут о том, как вы на программе подрались! Читай! Молодя, сколько можно издеваться надо мной! Ты что хочешь, чтобы у меня приступ начался? Ну, ты же сама сказала, чтобы я пошел в киоскоп! Ну и что? Ну что, а теперь читай! Наслаждаешься! Наступил твой звездный час! Больше мне делать нечего, как бегать за твоими газетами! Я на дачу вещи собираю! Да? Рома? Как у тебя хватает наглости звонить мне? Тебе отец сказал! У тебя больше нет матери! Телефон Регины? А зачем он тебе? Ну, она работает в издательстве! Я не помню, как называется, но она всю жизнь в издательствах! А, кстати, открывает новые таланты! Хорошо, подожди! Володя, быстренько мне телефонную книгу! Она в спальне на томбочке у кровати! Да, Рома, да, подожди секунду! Ваш кофе, пожалуйста! Спасибо! Значит, ты спишь с Романом, да? Нет! Это было давно! Понимаешь, это было как какое-то помутнение! Ну, мы когда познакомились и… Ну, в общем, я к нему ничего не чувствовала! Это был просто секс! А ты знала, что он женатый человек? Да, я знала, но, понимаешь, когда мы познакомились, он собирался разводиться, вернее, не он собирался разводиться, а его жена с ним, и потом, когда мы… Дональд, почему ты на меня так смотришь? Ну, это же всё неважно, это всё в прошлом! Я стала абсолютно другим человеком! Ну, и каким человеком ты стала, а? Каким? Ну, я с ним больше не сплю! Мне так не показалось! Давай, лучшая, лучшая просто! Надо закончить дела! Дональд! Дональд, подожди! Дональд! Попробуешь? Я? Да! Ну, вообще-то я никогда не стреляла, и я… я немножко боюсь оружия! А чего бояться-то? Никогда не пробовал, а боишься! Давай! Патронники! Есть! Иди сюда! Ноги раздвинь! Угу! Еще! Вот! Стань устойчиво! Возьми это! Бери-бери его! Не бойся! Вытяни руку! Мишень! Совмести мушку! Ага! Теперь плавно! Теперь взведем курочек! И ласково, нежно! Давай! А можно еще разок? Понравилось? Ага! Можно! Патронники! 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 Продолжение следует...